Добрый вечер. Все, что с ней связано. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84 по этому номеру. Вы можете или задать свой вопрос прекрасным девушкам, или высказать свое мнение. Но прежде чем перейти к обсуждению, я хочу напомнить, что 7 ноября непростой день календаря. Дело тут не только в революции. Сто лет с ее дня вчера многие отметили. И чуть раньше, чем произошла революция, произошло другое, не менее интересное событие. А вот какое, давайте узнаем, посмотрев сюжет. 7 ноября 1902 года в Туле по инициативе врача Федора Архангельского открылся первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших». Он состоял из двух отделений. Одно было рассчитано на алкоголиков, второе — на их детей. Попавшие в тульский вытрезвитель могли рассчитывать на бесплатное помещение и медицинскую помощь. Через несколько лет подобные учреждения работали во многих крупных городах Российской империи. Первый советский вытрезвитель открылся 14 ноября 1931 года в Ленинграде. Стандартная процедура, которая ожидала всех поступивших туда — резкий холодный душ. В 2011 году вытрезвители были ликвидированы. В прямом эфире телекомпания Одинцова. Программа «Актуальное интервью» 8495 508 86 84. Наш номер телефона. Не могу, конечно, не спросить. С 2011 года вытрезвителей у нас нет. Как вы к этому относитесь? Нужны ли они, может быть, стоит возродить? Конечно, вытрезвитель — это очень нужная организация. И, к сожалению, сейчас эта ответственность за уходом за пьяными людьми на улице лежит на скорой помощи. Зачастую сотрудники скорой помощи — это либо какие-то начинающие врачи, либо женщины. То есть люди с квалификацией, не обладающие какой-то особой физической силой. И зачастую они оказываются под угрозой поведения асоциального пьяного человека. Поэтому у нас даже личный был случай, когда был пьяный человек. Вызвали скорую, они его осмотрели, но забрать отказались. Потому что есть у них какие-то свои положения, нормативы, что и связываться с ним тоже не хочется. И есть опасность, что он будет дебоширить в самой палате и приносить угрозу для других пациентов. Поэтому, конечно, вытрезвителя надо возвращать с какими-то особыми требованиями к сотрудникам. С какими, например? Во-первых, это должна быть физическая форма крепкая. Мы любим фантазировать на различные темы, как улучшить жизнь в стране. Мы с соратниками тоже думали, что бы это могло быть, как бы нас бы это устроило. В идеале, если бы это были реально крепкие ребята, парни, которые занимаются единоборствами. По вечерам или по вызову они выезжают, на камеру снимают процесс задержания. Находки, так скажем, скорее всего. Потому что, да, были случаи, что при каком-то нормативе полицейские насильно оттащили вытрезвитель здоровых людей, портили им репутацию. Поэтому, конечно, это все должно фиксироваться. И должна быть крепкая физическая мужская сила, против которой и не дебоширить не захочется. И достаточно будет просто вежливо поговорить, и человек поймет, что надо слушаться. Также хотелось бы, чтобы содержание этих вытрезвителей было, ну, какое-то минимальное содержание было. С точки зрения налогоплательщика. Да, 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 чтобы оно было на государственном уровне, в том плане, что должна быть стабильная зарплата, и не было какого-то процента с продаж, как это, чтобы не было какой-то мотивации задержать побольше или поменьше. При этом содержание самих постояльцев должно все-таки каким-то образом либо на родственников перекладываться, либо должны быть какие-то трудовые работы, чтобы он сам мог окупить свое увлечение пребывания там. На самом деле идея интересная, и мне кажется, что если вдруг захотят возродить, стоит взять ее на вооружение. С радостью буду делиться, фантазировать, участвовать в мозговых штурмах, потому что действительно проблема есть, и действительно не знаешь, что делать. Если ты видишь пьяного человека, а скорая приезжает, говорит, да с ним все в порядке, уезжает, я говорю, а может быть, мы телефон возьмем, позвоним жене, маме, да. Говорит, мы не имеем права трогать телефон, звонить, вдруг там что? Думаю, если специализированные службы не имеют права, то... А человек иной раз может и замерзнуть, сейчас уже холодное время года началось. Валентина, насколько я знаю, вы нередко общаетесь и с молодыми людьми, и со студентами, в том числе и со школьниками. Вот как вы считаете, какая тенденция сейчас намечается? Уменьшается количество употребляющих алкоголь или увеличивается? Но мы не берем в расчет людей, которые, ну скажем так, хронически больны алкоголизмом. Как вообще молодежь относится? Молодежь по большей части относится положительно. Сейчас как раз-таки идет тенденция на здоровый образ жизни. Мне это стало модно, это стало популярно. Везде, если посмотреть интернет, всякие блоги по спорту, по качалкам, по развитию своего тела, по здоровому питанию. Ну и, естественно, про алкоголь от алкоголя, по большей части. Но в то же время у нас некоторые СМИ, в том числе паблики в интернете, пропагандируют. Не совсем здоровый образ жизни. Да, не совсем здоровый образ жизни посредством каких-нибудь мемов, шуточек, там про винишко, про культурное питье. Пойдем в бар, вечером отдохнем, как отдыхать без алкоголя и прочее. То есть некоторые люди, некоторые паблики, наоборот, стараются вот эту моду на здоровый образ жизни как-то вытолкнуть. В том числе и ваш паблик «Интересный Одинцово», правильно? Занимается примерно тем же самым. Он пытается привести. Все наши паблики занимаются пропагандой здорового образа жизни, в том числе через молодежные форматы, через создание каких-то мемасиков, как принято сейчас у молодежи говорить. Это Одинцовский молодежный центр, это «Трезвый Одинцово», это «Интересный Одинцово». Также много других дружественных групп, «Здоровая Русь», «Возрождение нравственности». Многие ребята на добровольной основе, на общественных началах начинают вести информационную работу. Но пока есть еще с чем бороться. Пока еще есть огромное поле деятельности, но к вопросу «меньше или больше?» К сожалению, к счастью, чем чаще я хожу в учебные заведения, особенно недавно сходила в Московский государственный педагогический университет, начала рассказывать про свой проект, из чего все начиналось. И я сначала растерялась, потому что ребята не понимали, о чем я говорила. То есть я говорю, были вот такие проблемы, они не понимали, что такие проблемы еще в каком-то недалеком 2009 году были. Я показывала им брошюрки, листовки, которые распространялись по ВУЗам об ответственном употреблении, о том, как правильно закусывать, что надо искать свою меру опытным путем, перебирая напитки по чуть-чуть и так далее. Это на полном серьезе по ВУЗам распространялось. И люди не понимали, я была рада это слышать, потому что какая-то эпоха алкогольная, она уже уходит назад и про нее уже забывают. А кто распространял эти листовки? Это какие-то алкогольные компании, которые занимаются продажей алкогольной опитки? Хуже, Евгения. Дело обстояло намного хуже. Более того, одну из таких листовок мы на территории Одинцовского района получили. Это распространялось под редакцией главного нарколога страны Евгения Брюна. Ну, ему, видимо, виднее, решил он, как надо пить. Не могу не спросить, мы с вами об этом уже говорили, но, мне кажется, в данном случае повторение мать учения. Да, многие считают, например, я спорю со своим достаточно близким человеком, надеюсь, что он нас сейчас смотрит. Мол, ну а что такое? Ну, я вот хочу выпить, я хочу расслабиться и хочу пью, хочу не пью. Это мой выбор и мое личное дело. Насколько я понимаю, выбор-то не совсем свободный, а выбор-то скорее навязанный. Можно сказать и так, потому что вот лично у меня тоже очень много таких знакомых, которые со мной спорят и говорят, что это мой личный выбор, на меня никто не влияет, но все-таки влияют, и об этом никто не догадывает. Просто влияют очень грамотно, наверное, на самом деле. Они влияют грамотно, у нас есть скрытая реклама, у нас есть вот такие вот шуточки, которые думают, а, как бы ничего такого, почему бы и не пошутить, хотя в то же время это записывается на подкорку, и человек потом, ну, шуточку там, чего, чуть-чуть. Если возвращаться к разговору о вытрезвителях, то даже взять прекрасный советский фильм «Афония», где образ алкоголика, он подается положительным, добрым, что у него есть какие-то человеческие качества. То есть идет, как бы, засмеивание вот этой темы, засмеивание темы пьянства, все осмеянное зло становится привычным. И очень много советских фильмов, то есть вот эта пропаганда, она же не сейчас началась, это 80-е годы, это многие картины, Рязанова, Гайдая, это, ну, легендарные... Шурик, да, птичку жалко, да, то есть это же не просто какие-то фильмы про какой-то рабочий класс, это же интеллигенция, пропьющую интеллигенцию показывают. Или Ирония судьбы, это вообще, как бы, фильм «Враг номер один», где учительница и врач пьют, курят, врач напивается так, что дом родной не узнает. И это каждый год, 31 декабря показывается, конечно, идет программирование. То есть очень много фильмов, очень много, ну, каких-то психологических экспериментов о том, что показывается, как мнение окружающих влияет на человека. Поэтому считать, что это твой личный выбор, конечно, это ошибочно. Это, во-первых, а во-вторых, ну, это не личное дело. То есть это, во-первых, не выбор, а во-вторых, это не личное дело, потому что проводилось исследование, какой же наркотик является самым опасным, включая воздействие на организм и социальные какие-то последствия. Конечно же, это были не какие-то тяжелые наркотики, а именно алкоголь, потому что социальные последствия от алкоголя огромные. И ужасные. Мы сейчас вернемся, продолжим обсуждение. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Иван. Иван, вы хотите задать вопрос нашим гостям? Да, я хотел бы задать вопрос. Какой задавайте? Вот мы боремся с наркоманами, алкоголиками, людьми с детьми, имеется в виду, сидящих у компьютеров. Мне кажется, людей надо отрывать от этих компьютеров, алкоголя, наркоты. А как? Мне кажется, что нужен спорт. Зараза. Спорт должен стать заразой. Понимаете? Чтобы люди шли на катки, на стадионы. Ну и как я посмотрел план по реставрации стадиона, там зимой сейчас или на следующий год не будет ни коробки, ни теннисного корта, а автостоянки. И на этом месте будет стоять металл, ржаветь. У 36-го дома под окнами тоже металл, у больницы металл. Мне кажется, еще на неделе тоже будет стоять металл. А коробок становится все меньше. Вот мой вопрос. С чем мы боремся? Коммунисты боролись, демократы борются, а борьбы-то не видно. А автостоянки там. Спасибо, Иван, за вопрос. Вопросы на самом деле интересные. С чем боремся? В общем, что делать? Спасибо большое, Иван, за ваш вопрос. Конечно, мы разделяем с вами эту точку зрения. И часто сами слышим, что молодежь пьет от того, что ей нечем заняться. И отчасти это действительно так. К сожалению, это не наша зона ответственности. Мы не можем отвечать за то, что происходит с нашими спортивными коробками, которые Иван озвучил по конкретным улицам. Мы со своей стороны, как общественники, что мы стараемся делать в плане доступности досуга, какого-то увлечения молодежи. Потому что, в принципе, любая деятельность трезвая, есть профилактика девиантного поведения. Во-первых, мы с 2012 года во многих дворах... Как я хотела как раз про это сказать. Во многих дворах Одинцовского района, города, по-моему, города, поставили турники, турниковый комплекс. Они были недорогие, не какие-то супер навороченные. Были брусья, был турник. Это хоть уже что-то, но хотя бы это было массово. И самое главное, доступно. Доступно. Кто хотел, тот выходил заниматься. Конечно, надо заниматься и коробками, и привлекать спонсоров. С досугом в Одинцово действительно есть свои нюансы. Мы в свое время озадачились этим вопросом. Создали специальный паблик интересный Одинцова, в который мы собирали информацию и выкладывали о тех мероприятиях, которые проходятся в районе. Потому что на самом деле мероприятий проводится много, а информация не доходит. То есть платные или какие-то раскрученные паблики не успевают ее подать, или ее слишком немного. Может быть, не столь им интересные. Или не столь интересные, или какое-то платное размещение должно быть. Поэтому мы это постарались сделать. Конечно, ввести такую группу, такой объем информации обрабатывать достаточно сложно. Но, тем не менее, зрители могут зайти в нашу группу, посмотреть принцип, посмотреть основных организаторов. То есть перейти на их группы, подписаться, смотреть, что они проводят. Также я обращаюсь ко всем, кто проводит какие-то мероприятия. Пожалуйста, предлагайте свои новости. Мы будем с радостью анонсировать все, что проходит на некоммерческой основе, бесплатно, от души, или какие-то минимальные затраты взимаются за участие, за самоокупаемость. 8-495-508-86-84 наш номер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Сергей. Сергей, задавайте ваш вопрос. Мне 33 года, я житель Одинцова. Скажите, пожалуйста, я хочу задать вопрос вашим гостям. Может быть, они дадут советы. Вот я, допустим, в нормальной компании, где выпивают. Но я не хочу, скажем так, с ними начинать выпивать. Вообще я стараюсь, не пью, не курю. Вот, может быть, посоветуют, как от этой темы уйти. Как себя вести. Лучше не начинать, чем потом бросать. Очень тяжело. Спасибо большое, Сергей, за вопрос. На самом деле, честно говоря, тоже хотела озвучить его. Наверняка и вы с этим сталкиваетесь. Ну, чего ты там, больная, что ли, антибиотики пьешь? Да ладно, жалко. И что тогда, наверное, много дурацких в адрес слышите? Конечно. Как от этой темы уходить? Самый хороший, самый смешной ответ мужчины мне понравился. Я беременна. И как бы на этом вопрос и заканчивается. На самом деле, Сергей, большое спасибо, что поднимается этот вопрос. Это первый вопрос, который приходит, в принципе, к любому человеку, который для себя принимает решение жить трезво. Что делать с окружением? На самом деле, мы разработали ряд рекомендаций для молодежи. Взрослому человеку придется адаптировать под себя, под свой круг общения. В первую очередь, не пытайтесь их отрезвить. То есть, сами живите трезво. Морачитая не стоит. Потому что, когда вы начнете противостоять всему своему кругу, ну, это тяжелое моральное давление вы испытаете на себе. Второй совет – это менять свое информационное поле. То есть, все свои странички ВКонтакте и так далее. Подписывайтесь на трезвые группы, трезвые паблики. Репостите какие-то смешные шутки про здоровый образ жизни, который будет это популяризировать. Таким образом, ваше информационное поле, ваши друзья в социальных сетях будут потихонечку знакомиться с этой информацией. И более того, подписавшись на такие группы, вы сами будете владеть фактологией. Вы сможете держать спор. Вы сможете аргументированно отвечать на все эти вопросы. Третий пункт, когда вы уже почувствовали в себе какую-то уверенность в плане фактов, конечно, желательно, чтобы вы оказывали влияние благотворное на свое окружение. Но делать это с фанатизмом каким-то мы не рекомендуем. Скорее оттолкнешь. Валентин, вы ведете уроки трезвости в образовательных учреждениях. Вот как так рассказать подросткам, подрастающему поколению о трезвости, чтобы желание выпить у них назло, например, не возникло? И в то же время, чтобы у них отложилось что-то, что трезвый образ жизни – это нормально. Главное – нести информацию с позитивом. Не просто «ребята, да, трезвость – это здорово». Естественно, никакому молодому человеку это не понравится. Во все понятно, все ясно. Просто уверенно и с позитивом во всем этом рассказывать, проведить конкретные примеры. Я, в частности, привожу свои примеры. Лично потому, что как раз-таки с этим сталкиваюсь и со своими друзьями. Может быть, нам какой-нибудь пример сейчас? А вот как раз молодой человек по телефону сейчас задавал вопрос, как себя вести в компании. Большая часть моего окружения, моих друзей – они выпивающие люди. И когда я попадаю в их компанию, все начинают меня задевать, отдавать, дочеты. Зато центр компании. Да, зато всем интересно сразу. Ух ты, как это? У всех сразу такой азарт появляется. Под дети выставить? Нет, даже не под дети. Сейчас я сделаю так, что она точно выпьет. Какой-то азарт у людей появляется, и они пытаются на темную дорожку вывести. И я сразу вспоминаю ответ из конструктора возражений, который как раз-таки разрабатывала Ольга. Там как раз посредством мониторинга и разговором с такими же трезвенниками выработалась такая специальная брошюра, в которой ответы на часто задаваемые вот такие вопросы и поддевки. Вот хорошие такие интересные ответы, которые, ну, в общем, можно теоретически подготовиться. Да, на самом деле, вот, Валю, подержу. Спасибо, что напомнила. Я расскажу, что конструктор возражений. Да, конструктор возражений стоит. Мы долго озадачивались вот этим вопросом, потому что действительно, одно дело прийти в школу рассказать лекцию, другой вопрос, что молодой человек, там, ребёнок, остаётся наедине вот с окружением и под давлением всё равно, даже зная всю теорию отрезовости, он может выпить или закурить. Как отвечать на это? Там четыре шага. Первая задача – не выпить алкоголь самому. То есть это план минимум такой. Спасибо, ребята, я не пью, мне неинтересно, у меня есть дела по уважнению, у меня есть куда деть своё здоровье. Ну, как бы, мы, наверное, в интересном Одинцову после этого эфира выложим ещё раз этот конструктор. Потому что это многим пригодится, вот Сергею точно. Второй шаг – это отказаться, отказаться, отказались. Потом мы говорим, почему мы отказываемся, аргумент. Потому что это вредит здоровью, я хочу здоровых детей в будущем, я хочу быть выносливым, ну и так далее. У кого какая мотивация? Оль, к третьему шагу предлагаю перейти сразу после телефонного звонка. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут? Василий меня зовут. Задавайте ваш вопрос, Василий. Я хотел бы больше сказать своё мнение о вырезвителях. Вы спрашивали, открывать или нет. Да, сейчас они, к сожалению, ликвидированы, а может быть, к счастью, вот как вы считаете, нужны? К сожалению, да, но какие-то конкретные зрители, которые тут не спрашивают, надо же сказать, полный комплекс нет. Какой? У нас, допустим, если мы сейчас возьмём рекламу, а потом окружающие, особенно для молодёжи. А же, в принципе, вот предыдущий, Иван звонил, ведь некуда пойти, некуда нет. Просто на то. Я вас поняла, Василий, спасибо за звонок. Ну, Василий тоже сразу несколько тем затронул, в том числе и рекламу, и кино. Вот я предлагаю к теме кино, на самом деле, ещё вернуться. Вот, Оль, третий, четвёртый шаги в конструкторе возражений. Ой, что-то я прям припомнить не могу, но третий, четвёртый у меня что-то смывается. Ну, это для тех, кто растерялся, как Сергей. Да, а четвёртый шаг, конечная цель — это предложить альтернативу. Ну, пойдёмте лучше в клуб сходим, давайте лучше сделаем какие-то фруктовые коктейли или ещё что-то. То есть предложить замену, предложить альтернативу. То есть, первое, отказаться, аргументировать, почему, и в конце концов предложить альтернативу, замену. Потому что вся эта работа по отрезвлению, она идётся именно с замещением. Валентина, не так давно вы собирали подписи в поддержку определённой инициативы. Что это за инициатива? Удалось ли собрать подписи? И вообще, как её перспективы оцениваете? Да, если многие знают, у нас недавно в Одинцово проходил фестиваль «Победа жизни», фестиваль здорового образа жизни. И там одна из 90-х площадок, это была отрезва Одинцова как раз-таки, там наши активисты собирали подписи в поддержку закона 21. Это разрешённая продажа алкоголя лицам только с 21 года. Удалось собрать достаточно большое количество подписей, учитывая масштаб фестиваля и проходимость площадок. Это около 200 подписей, насколько мне известно, и это очень хороший результат. По отзывам наших активистов все говорят, что многие люди поддерживают, многие даже не спорили. Хотя обычно, учитывая статистику прошлого года, многие люди старались спорить и говорить, что это не нужно, что вы не правы. Таких людей фактически не нашлось. И вот сейчас Василий сказал про рекламу, об этом вы тоже подумали. Да. И так, инициативы, реклама, её запрет полный. Ему недавно было отправлено письмо от нашей организации о том, что мы просим повысить минимальную цену на водку до 300 рублей и запретить абсолютно рекламу алкогольных изделий и безалкогольного пива в том числе. Потому что мы жили без рекламы прекрасно какое-то время, но лоббисты, в том числе Алексей Волин, отвечающий за министерство, который отвечает за СМИ, пролоббировал рекламу, мотивирует тем, что не добирают они бюджетов, что жить им бедненьким не на что. Да, деньги не пахнут, как известно. Мы неоднократно с вами сегодня говорили о победе жизни. Предлагаю посмотреть, как это было. Давайте посмотрим сюжет. Даже погода поддержала победу жизни. Промозглые дожди кончились, выглянуло солнце. На дневных площадках фестиваля оживлённо. Здесь дают нормы ГТО, отвечают на вопросы различных викторин, делают фотографии в инстамате и размещают их в сети с хэштегом победа. Вот тут я прыгала на скакалке, здесь я отжималась, здесь я прыгала с мячиком. За успешное прохождение активности участники награждаются не только хорошим настроением, но и наклейками, которые, не отходя от места, можно предъявить организаторам. И, например, полазить на скалодроме, покататься на картинге или выбрать любое другое развлечение по душе. Цена вопроса не менее трёх стикеров. Придумали квестовую систему, чтобы люди, приходящие на фестиваль, наши гости, они за весь фестиваль сумели ознакомиться не с одной, а практически со всеми площадками. Таким образом, с помощью наклеек системы и системы маршрутных листов люди циркулируют по всей площадке. Победа жизни – праздник тех, кто точно знает, что алкоголь – не гарантия веселья. Трезвый досуг интересен и разнообразен. Главная цель организаторов – доказать это участникам и гостям фестиваля. Причём не только на словах, но и на личном примере. Здоровый образ жизни мы пропагандируем в течение года. То есть это не одноразовое мероприятие, это смысл жизни, это образ нашей жизни в течение года. Это и лекция, и какие-то митинги, и письма. Шестой фестиваль «Победа жизни» завершился концертом. На сцену волейбольного вышли только те исполнители, кто сам отказался от вредных привычек. Зрители не смогли усидеть на месте даже после многочисленных дневных активностей. В наше время действительно актуальны такие на самом деле фестивали, потому что, ну, как минимум это пропаганда здорового образа жизни и показывает многое молодёжи, чем можно вообще заниматься и что в будущее достигают разные люди. Мне очень понравилось, я здесь была впервые, и я очень хочу уже на следующий год. Тут очень много народу, я много с кем познакомилась, и мне очень нравится. И хотя фестиваль только завершился, организаторы уже строят планы на следующий год. Оборотов сбавлять не собираются, уже начата работа над ошибками. А это значит, что «Победа жизни» 2018 будет ещё ярче и интереснее. Вот такая была «Победа жизни» в этом году. Ну, вот как не прискорбно, но, наверное, алкогольную зависимость полностью победить невозможно. Люди, ну, единицы, но всё равно, вероятно, пить будут. А какие достижения вы будете считать уже своей победой? Вот этого достигли и отлично. Ну, на самом деле, есть пример в истории России, когда не было у нас алкоголя. Это были и сухие законы 1985 года, и сухой закон 1914 года. Разница в успешности этих периодов заключается лишь в том, что в 2014 году до принятия закона велась огромная просветительская работа с общественностью в церквях, в приходах велась. То есть общество было готово и даже требовало самостоятельно этой меры. В 1985 году такую подготовку с населением провести не успели. Сразу запретили, а потом сразу разрешили. Конечно, такие меры не работают, такие меры неэффективны. Думаю, что победить всё-таки можно. Опыт был, нужна на это политическая воля сверху. Для этого нужна активная гражданская позиция. И не просто позвонить или просто наблюдать за общественником. Потому что мы сидим перед вами, две девушки, достаточно молодые, и приняли на себя эту ответственность. Решили, что мы будем делать мир лучше, как нам ресурсы свои позволяют, свое свободное время и так далее. Если каждый человек будет так ответственно относиться к себе, к своему городу, к своей стране и понимать, что от моей подписи, от моей инициативы что-то зависит. Даже элементарно написать письмо в Госдуму какому-нибудь депутату, а лучше сразу нескольким, которые отвечают за Московскую область. Эти инициативы, они будут обязаны реагировать на эти письма. Это уже будет влияние, это уже будет какое-то информационное поле и движение. Поэтому делать надо, надо действовать сообща. Я думаю, что в принципе это возможно. Главное, чтобы люди чувствовали на себя эту ответственность и понимали, что благодаря гражданской позиции, благодаря нашему примеру, можно и нужно влиять на процессы в стране. Мы в том числе проводили митинги в поддержку антитабачного закона в 2012 году, когда уже никто не верил, что его примут. Сейчас он вполне себе работает, в кафе хотя бы не курит. То есть есть какие-то промахи, есть какие-то там недочеты. Хочется заметить, что, например, в Европе все гораздо хуже и действительно у нас дисциплина по части курения в общественных местах стала гораздо лучше. Валентин, вы собирали подписи, вы говорите, народ поддерживал, а были желающие присоединиться, помочь? Таких инициатив я не помню, но есть люди, обратную связь. Мы собираем обратную связь после фестиваля и многие, в том числе волонтеры, которые пришли сюда первый раз, говорят, я хочу еще, я хочу больше к вам. По отзывам также, по анкетам мы видим статистику, что люди хотят помогать, хотят вливаться, что им это все нравится, что они нас поддерживают. Вы спрашивали про победы, каких мы побед достигли, я почему-то вспомнила, я не знаю, может быть, для кого-то это не такая сильная победа, но я считаю, что это очень важно. Когда после фестиваля Победа жизни ко мне подходит моя девочка из моей команды, из команды волонтеров, то есть это люди, которые пришли к нам в первый раз просто помочь в организации классного мероприятия. Победа говорит, ребята, такие классные, я все, я не буду больше курить, я хочу вести здоровый образ жизни, и я вижу это в ее глазах, я чуть не расплакалась. Вот она победа, действительно. Если одного человека мы можем изменить, мы можем изменить страну и мир. Я вот, кстати, хочу сказать, я думаю, что вы не дадите мне соврать, когда ты находишься в компании, в веселой компании, друзей, ну, там пьют они, не пьют, неважно, ты не пьешь, ты так же весел, как и они. Вот есть какое-то такое влияние, а это что значит, дело не в алкоголе, дело на самом деле в компании. Если компания хорошая, компания веселая, чтобы повеселиться, пить-то совершенно необязательно. Я предлагаю хотя бы в качестве эксперимента однажды взять и проверить это на себе, а вот если всей компанией это сделать, то, я думаю, эксперимент удастся на все сто, правда? Правда, главное продумать хорошенечко культурную программу, и тогда все будет хорошо и весело. И диванные войска это хорошо, а активная помощь лучше. Давайте вместе поборемся за здоровый образ жизни. Присоединяйтесь к движению Трезвого Одинцова и не только. Я думаю, в сети можно найти всю информацию. А сегодня у нас все. Спасибо всем, кто провел свое время вместе с нами. Увидимся скоро на ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»!